Здравствуйте, друзья! Еще одна скороговорка, и мне просили показать упражнение, которое можно выполнять с скороговорками. Сейчас сначала мы прочтем ее медленно, потом по слогам, потом покажу то, что можно делать еще дополнительно, чтобы улучшить свою дикцию. Ты стараешься все попробовать, изнуряешь себя и убиваешь себя, так упорствуя. Нам тут повезло, что здесь есть хотя бы какой-то смысл. Вообще, смыслов в скороговорке лучше не искать. Главное, тут сочетание звуков, они должны быть сложные, чтобы наш язык и вообще весь астекуляционный аппарат работал так, как обычно не работает. Так вот, давайте сначала по слогам прочтем. Ещё раз Tu т'entêtes, а ту тенте. Tu т'uses, и ту туту, а ту тенте-те. Теперь по моему маленьким кусочкам. Tu т'entêtes, а ту тенте. Ты т'uses, и ту туту, а ту тенте-те. По длиннее. Tu t'entêtes, а ту тенты. Tu тuges, и ту туту, а ту тенте-те. И теперь быстрее. Вообще, идеально. Скitzer года лучше, когда вы отработали, в три раза быстро. Ты тенты, а ту тенте. Ты туз, и ту туту, а ту tенте-те. Ты тантет, а ту тенте. Ты туз, и ту туту, а ту тенте-те. Ты т פה т��들, а ту туту, а ту тенте-те. И что можно делать? Давайте я покажу, как работать с пробкой. Я взяла пробку из-под сейтера, вы можете взять пробку из-под вина, я даже немножко так подрезала, чтобы она была уже. Наша задача зафиксировать челюсть, чтобы она меньше двигалась. Почему? Потому что когда один орган зафиксирован, то другие начинают компенсировать его отсутствие и двигаться больше. И нам как раз-таки это и нужно более такое качественное движение. И смотрите, я вставляю её и произношу. И вот так. Ты тентес, ты тентес, ты тентес, ты тюж, ты тентес, ты тентес. И вот это все! Ура!